как раз снимаю батя давай чуть попозже ну такие дымка давайте я прям сейчас навожусь отец обожала венера будьте любезны так отошел ну виден сербик слава тебе господи скажу вам как атеист зараза убежала так ладно звонок меня перебил 19 56 по киеву где в харькове 29 апреля 2020 года вот уже даже в сумерках начинает быть видна венера то есть визуально она вообще классно наблюдается но я сейчас настройки фотоаппарата сделал насколько смог максимально максимально так чтобы не пересвечивала то есть у меня сейчас самые темные настройки которые смог выдавить из этого фотоаппарата видно что это никакая не суперзвезда ничего не расплывается а когда оно расплывается это просто пересвет и глюк оптики елки-палки товарищи родненькие ну что ж вы бы звезду смерти какую-то разглядели бог знает что это обычная венера четко виденную серб как она освещена солнцем ветер ужасно сильный ветер но тряску никуда не дену вот она красавица 65 миллионов километров сейчас до венера это очень даже близко от земли о попал вот она сейчас идет на запад прятаться за горизонт увеличение 125 крат оптической плюс еще 4 увеличение цифровой настройки вручную я сделал насколько мне мы знание или вернее не знание оптики фотоаппарата позволяет сейчас попробую покрутить резкость и будет видно как он расплывается в кадре вот я пожалуйста звезда смерти если с плохими настройками на автофокусировки так она и звезда смерти а так когда нормально настроена видно и серб она сейчас каждым днем все меньше по моему освещается поэтому за свет все меньше а это луна это у нас вильнюс отошел дрожит из-за ветра ладно надеюсь кому что надо я уже доказал кому даже это не доказательство я уже не знаю что это рассказываю что нельзя эту венеру сейчас увидеть сейчас наведу луну можно будет посмотреть а вот луна тоже видно что стерпик луны освещен солнцем со стороны луны не было видно луны не было видно несколько дней потому что было новолуние потом появился вообще тонюсенький серпик луны сейчас он уже больше будет прирастать и конечно если луну не видно в украине то ее не видно и в бразилии и в англии в англии тоже в этот день новолуния и в бразилии в этот день новолуния ухты ну ветер все хорошо но ветер зараза я и так за заборчиком спрятался хоть как-то смотри какая красота мне нравится кратеры как рельефно выглядит ничего не трогаю сейчас луна сама проплывает через кадры до луны 300 300 382 тысячи километров как сказал мой сыну для десятилетний это недалеко это действительно недалеко 10 раз вокруг земли по экватору всех домов она просто божественно луна конечно да и сегодня был еще эпический батл по поводу того почему все кратеры на луне имеют округлую форму казалось бы падает камень в песок под острым углом получаются овальные углубления падает снаряд ухты насекомые какие-то падает снаряд воронка вытянута в одну сторону противоположная от прилета снаряда но если это не мина прилетевшая вертикально сверху тогда воронка округлая а также овальные все в конечном итоге выяснилось что практически все кратеры на луне на марсе на спутниках планет солнечной системы округлая потому что они входят сталкивается с этими спутниками на огромных скоростях получается просто взрыв и почва планеты ведет себя как жидкость буквально можно застывшая увидеть расходящиеся круги иногда планетарного материала от центра от эпицентра попадания взрыва об убежала простыня есть в крайне редких случаях когда под очень острым углом входит небольшой астероид всеприкосновения с луной он оставляет такой след как и положено но в земных условиях при скоростях не космических овальные есть кратеры но их вообще единицы на фоне десятков сотен тысяч и на луне есть как он называется кратер аргое арагу и я как-то так он пишется в общем цельная лекция получилось да так если бы ветерок вообще классные съемочки вышли чуть-чуть нам облачка разогнала красоте так ладно сейчас уже наверно луну не поймали ну вот в общем что это у нас харьков северная салтовка 5 вот это строится меридиан что-то за такая прекрасная птица какая-то птица села на край ладно бокс есть птицы сейчас попробую еще раз да то есть можно посмотреть расположение сторон света где сейчас что находится и понять что я снимал именно винию а вижу и вон она поймал это сильное затемнение камера ну конечно дает возможности от венеру но не так засветлено не так засвечена венера но показывает как будто на улице сейчас вообще темень а реально сейчас на улице ну вполне себе сумерки хорошо еще все видно не дневной свет до ночного неба далеко сейчас постараюсь попасть посмотри даже пока эти 10 минут снимал стало чуть чуть темнее и контраст не уже выглядит больше засветка пошла просто за счет того что небо стало темнее тушок небо стало темнее на фоне более темного неба больше сияет этот серпик луны вот тебе пожалуйста фильтры надо конечно не советовали в кому-то в комментариях фильтры ставить надо будет приобретать какие-то фильтры чтобы этот засвет гасить ладно уже более чем достаточно сейчас еще один дублик сделаю 20 07 по киеву в харькове 29 апреля 2020 год это ну ну Продолжение следует...